Футзал Экстрим – зимний маунтинбайк юных казахстанцев По окончании новогодних и рождественских праздников состоялся 10-й тур чемпионата страны по футзалу. Лидеры первенства уверенно собрали победные очки, укрепив свои позиции. А во второй части турнирной таблицы произошли изменения. Тайпак из Уральска уступил последнюю строчку чемпионата алматинским армейцам. Нужен хороший тренер им, побольше ребят, опытных, более опытных. Молодые ребята, горячие, где-то спокойнее надо играть, они немного горят. На домашней площадке ЦСКА принимал СК «Юг» из Тараза. Гости в этом сезоне рассчитывают на серебряные медали чемпионата. И, имея в активе не лучшую разницу мячей, в каждой встрече стараются выжать голевой максимум. В этом году чемпионат намного сильнее стал, чем в прошлом. И уже не как раньше две команды боролись за первое место. И все, сейчас первое место уже определено, но за второе и третье место три команды борются. Это БТА, Ту, Парема. Я думаю, все примерно одинаковые команды. В первом матче гости более чем уверенно разобрались с армейской командой. На 10 точных ударов футболистов СК «Юг» ЦСКА смог ответить только дважды. Во второй игровой день картина для хозяев площадки сложилась еще более безрадужная. В первой игре было тяжело. Пока не забили первый-второй гол, было тяжело. А потом уже как забили, уже игра пошла. А вот сейчас вторую игру нам тренер поставил задачу не пропустить и как можно побольше забить. Потому что у нас много пропущено и надо было забивать. И мы выполнили задачи тренера. Вчера получилось, что разбегались, а сегодня полегче наоборот было, чем вчера. Все получалось, задумки тренерские, тактические, все схемы, все получались. Ребята выкладывались на 100%. 15 мячей влетели в ворота алматинцев. Покер на счету Николая Казакова и Рената Миранды. Дважды голкипера ЦСКА огорчил его коллега из Тараза Алишандро Родригес. Выездные игры 10-го тура для СК «Юг» стали пока самыми результативными в этом сезоне. Болельщики таразской команды могут быть довольны. Я во многих городах играл, ну, играл был. И в Таразе самая сильная поддержка. У нас много народу приходит. Болельщики от всего сердца болеют всегда. И самое большее у нас болельщиков нам легче играть, думать. А всем тяжелее. Также в 10-м туре алматинские болельщики могли наблюдать поединок еще одного южностоличного коллектива. БТА «Футзал» принимал Аят из Рудного. Гости, занимающие в таблице пятую строчку, приехали на встречу с банкирами с явным желанием отобрать очки у хозяев площадки. Но, в принципе, что касается вообще игры, то в первом тайме создали там массу моментов, не реализовали. И, как правило, в таких моментах, в таких случаях появляется дополнительный стимул у игроков-соперников. Раз у нас не получается игра, значит, сейчас где-то мы свои мячи можем забить. Поэтому такая нервозная, тяжелая игра получилась. В целом игра получилась хорошая, созидательная. Не хватило чуть-чуть, можно сказать, чуть удачи не хватило нам. Как говорится, везет сильнейшим. Думаю, все еще впереди. Игра на самом деле получилась непростой. На перерыв команды ушли при счете 1-1. На мяч Каноненко, забитый уже на первой минуте, Аят ответил точным ударом Лопатюка. Ключевыми стали первые 10 минут второй половины, за которые усилиями Абдумавлямова и Халмухамедова БТА вышел вперед. И все-таки Аят мог сравнять счет. Дважды рудинские футболисты пробивали пенальти. Но в первом случае великолепно сыграл Шамро. А во втором исполнителя подвело мастерство. 3-1. Непростая победа банкиров. Завтра будет тяжелая игра, так как сегодня у нас одного игрока удалили. Два игрока получили желтые карточки, они завтра пропускают игрок. Могу сказать, что будем играть только завтра в шестером. Все. Сегодня у нас очень хромалая реализация моментов. И мы не... Кстати, мне показалось, что мы как раз не были готовы к этой борьбе. Хотели выиграть на классе. А у таких команд, у таких команд как раз на первое место выходит борьба характера. Сегодня мы где-то в этом компоненте, может быть, уступили соперникам. Хотя мы массу моментов создавали. Счет мог быть, конечно, и более крупный. Мог и в другую сторону поменяться. Но вот сложилось так, как сложилось. Что будет завтра? Прогнозы – вещь неблагодарная. Нам нельзя ни в коем случае, если мы хотим бороться за высокие места, ни в коем случае нельзя дома проигрывать. Отдавать очки в своем зале при своих болельщиках. Во второй игровой день перед Аятом стояла очень непростая задача – сдержать хозяев поля в ограниченном составе. По сути, весь матч грудинская команда провела в шестером. До 11-й минуты встреча шла по плану гостей. Открыв счет после удара Туртбаева, Аят ушел в глухую оборону, рассчитывая на контр-выпады. Но тягаться с БТА при прочих равных сейчас непросто любому коллективу. А при потере нескольких игроков ситуация попросту безнадежная. Пять мячей в створ ворот Смолина залетели еще до перерыва. И один во втором тайме. Очередная яркая победа банкиров. В первой игре рассчитывали выиграть, набрать очки. Чуть-чуть не получилось, где-то не хватило мастерства, где-то везения. И по объективным причинам у нас сегодня не играло 4 человека. И нам просто в пятером отыграли всю игру без замен. Поэтому и отсюда результат такой. А соперник, в принципе, предсказуемо должен быть пятого играть, потому что очень мало людей. 7 сегодня полевых игроков. Учитывая, что вторая игра, конечно, сложно было играть. А команда БТА хочет с победой поздравить своих ребят. Мы не имеем права дома очки терять. Как бы там ни было, все-таки сейчас важнее всего для нас результат. Чувствуется какой-то спад у нас в функциональном состоянии. Мы сейчас планируем выезд на сбор. Думаем, ребят, подтонизируем. Вернем нужные кондиции, так необходимые, которые нам будут в течение двух месяцев. По окончании 10-го тура в чемпионате наступила двухнедельная пауза. После которой коллективы выйдут на финишную прямую в борьбе за медали. Чемпионат свой экватор миновал, но все самые сложные игры впереди. Достаточно сказать, что мы SkyU в заключенном туре играем в Таразе со SkyU. С нашим непосредственным конкурентом. Большой хоккей снова в Алматы. Соскучились жители Южной столицы по этой динамичной и красивой игре. Напомним, что алматинская команда в прошлом сезоне проводила свои домашние встречи в области. На хоккейной площадке, построенной к проведению Азиады. Сегодня же клуб Алматы выступает на городской ледовой арене Дворца спорта имени Балуана Шулака. И надо отметить, что не безуспешно. То, что сейчас команда играет в центре города, это, конечно, большой плюс. Потому что есть такая классная возможность, что болельщики могут в любое время приходить и смотреть, наблюдать, как команда играет. Это супер. И сейчас все знают, что еще к 2017 году будет строиться большая арена хоккейная. Это вообще супер. Игра хорошая. Самое главное, много эмоций. Заряд бодрости у публики, которая пришла сегодня. Видите, сколько много народу. Вы очень забываете, что хоккей у нас проходит в городе. И это настолько стало доступно для всех. Любой желающий может приехать и просто насладиться такой замечательной игрой. Конечно, всегда поддержка болельщиков очень важна. И спасибо им за это, и чтобы больше приходили, и все нас поддерживали. Рады. В первой встрече наступившего года алматинские хоккеисты принимали «Борис-2» – фарм-клуб основной команды. Поединок априори должен был стать непростым. Так как коллективы находятся по соседству в турнирной таблице. И в составе гостей немало игроков имеют опыт выступлений в континентальной хоккейной лиге. У нас собрался хороший коллектив, хороший тренерский штаб, руководство. Все в наших руках. Будем стараться, радовать и выполнять задачи, поставленную нами. Исход поединка больше напоминал счет футбольный. Усилиями Федора Аверюшкина на 26-й минуте алматинцы победили с минимальным преимуществом. В ассистенты были записаны Яковлев и Шестаков. Было много ошибок, было много брака. Но я связываю это с тем, что ребята немножко перегорели. И тот перерыв, который у нас был, две недели без игровой практики, он немножко сказался. Хотя вчера здорово отработал Алексей Ворогушин. Достаточно надежно сыграл, дал уверенность команды. Ну и счет 1-0. Во втором матче игра получилась более зрелищной и яркой. Алматинцы красиво раскатались перед своими болельщиками. И уже на первой минуте открыли счет. Отличился Роман Горбунов. Во втором периоде сначала Рачинский и Шестаков увеличили преимущество до трех шайб. А затем огрызнулся Борис. Мельниченко сократил отставание. В третьей 20-ти минутке Алматы дожал соперника. На радость зрителям Смоленинов, а затем Рачинские довели разницу в счете до крупной. 5-1 победа хозяев площадки. Сегодня сделали поправки, сегодня контролировали ход игры. Много было хороших атак, много было комбинаций, хорошие были красивые голы. Команда сейчас много внимания уделяет также обороне, чтобы дисциплина, порядок на поле присутствовал. Но эти игры показали, что мы находимся на правильном пути. Следующую встречу хоккейный клуб Алматы также проведет на домашней арене с аутсайдером чемпионата. Приедет там команда Сарарканова, тоже в принципе это фармклуб Сарарки, который идет в высшей лиге на первое место. Но у них свои задачи, у нас своя задача. И мы ориентируем игроков только на победу. И то, что мы Новый год начали с победы, на позитивной ночи, это тоже очень хорошо и отродно. Не успели закончиться новогодние праздники, а казахстанские тайквондисты уже собрались на первый в этом году турнир. Мастера татами разыграли кубок почетного президента федерации и вместе с ним медали чемпионата страны среди юниоров. Сегодня мы проводим уже второй день. Это турнир посвящен нашему основателю федерации тайквондо, нам Юлию Мироновичу. Он слава богу жив-здоров. Это действительно человек, который в тайквондо начал развивать, в Казахстане. Ну а действительно приехали команды из Кыргызстана и России. Поэтому это у нас сегодня международный турнир, в рамках которого мы проводим чемпионат Казахстана среди юниоров. Прошлый год сложился для казахстанской федерации тайквондо ITF довольно удачно. Главными стартами был чемпионат мира в Эстонии, где отечественные спортсмены завоевали достойное количество наград. В прошлом году было три чемпиона мира. Было 12 призеров чемпионата мира вообще среди юниоров. И сейчас они все выступают и очень показывают хорошее вообще мастерство. И остальных участников заряжают на такой хороший уровень высокий. И это самое главное. В Таллине было сложно. Мы заняли второе место по категории самообороны. Уступили основателям спорта корейцам. Вроде обидно, а вроде не обидно. Я второе место на мире занял, но я недоволен этим. Я хочу стать чемпионом. А что не получилось там на мире? Немного не дотащил, не хватило физики. Роман Кобиров на мировом чемпионате остановился в шаге от золотой медали. Но обидное поражение только вдохновило спортсмена на будущие победы. В принципе, бой был очень тяжелый. Первый раунд прошел ничью. Второй раунд, буквально на пару очков я проиграл. Кончилось время, но не успел немного. Проиграл, два судьи отдали ему, один мне, один ничью. Два-один. Проигрыш. Он начал заниматься, и эти 5-10 лет, которые занимаются, у него уже в голове отложилось, что это не только твои достижения. Это достижения твоего тренера, твоего учителя, твоего мастера. Как бы всей федерации. Поэтому это не только его победа. И я всем всегда говорю, ребята, то, что флаг поднимается в Казахстан, это наша общая заслуга. Это и руководство, и тренерского состава, и спортсменов. Поэтому и они очень хорошо к этому правильно относятся. Тайквондо, основателем которого является северокорейский генерал Чан Хон Хи, это не просто боевое искусство. Это настоящая философия и образ жизни. Кто серьезно занимался тайквондо, он будет заниматься всю жизнь. Неважно в какой вот сфере, как спортсмен, инструктор, консультант, руководитель, президент. Но тайквондо – это жизнь. Поэтому основатель тайквондо, генерал Чан Хон Хи говорил всегда на своих семинарах, вот я два раза был на его семинаре, он говорил, не думайте, что вы развиваете тайквондо. Этот тайквондо развивает вас. Я думаю, это действительно правда. Хорошо выступили на Кубке почетного президента ребята из клуба «Алекс», на счету которых сразу несколько медалей разного достоинства. «Хотелось выиграть. Было, ну, страшно не было, уже переборол свой страх. Хотелось очень выиграть. Соперники, конечно, были сильные, но мы, как знали, сильнее всех. Испытываю, конечно, чуть волнение и настраиваюсь на бой, на победу, чтобы выиграть бой и пройти следующий круг». Среди девушек снова вне конкуренции была Марина Исаева, которая также после поражения в финале чемпионата мира готовится снова побороться за право быть лучшей в мире в следующем году. «Достаточно довольна. Первое место по Масоге и второе место по Туле. Ну и командную самообороны мы выиграли в зоне первой месте». Данный турнир стал также первым этапом формирования национальной команды Казахстана. В этом году запланировано четыре основных старта, по итогам которых и будет сделан основной выбор. «Как говорится, молодым всегда у нас дорога, поэтому молодые вот на пятки наступают. Они сейчас у нас не смотрят на титулы, бьются вообще, чтобы свое место в сборной завоевать и выехать на чемпионат мира, показать себя». Непростые схватки турнира подарили спортсменам разные эмоции. Молодые ребята набирались опыта и мастерства, а более взрослые выполняли свою работу, которую необходимо сделать на отлично. «Я еще и закончил школу сейчас, в колледже, там вообще тяжело. Приходилось как-то только с колледжа, на кляниловке, с кляниловок, в уроке и снова потом в колледж. И вот такой вот круг зацикленный, очень тяжело было». «Мне очень было тяжело, потому что я на тренировках порвал мышцы. После Нового года пришел. Вроде не болели, но сейчас опять начались боли. Мне эти соревнования очень тяжело удались. Я показал, мне кажется, хороший результат с порванными мышцами. Я горжусь собой». Соревнования завершились, но не закончилась долгая дорога к золотым медалям и званию чемпиона мира. Впрочем, не каждый жаждет и сможет добиться подобных успехов. Но каждый может найти толику своего времени, чтобы узнать, что же это все-таки такое искусство тайквондо. В Алматы состоялся первый этап зимнего чемпионата города по маунтинг-байку. Несколько десятков молодых мастеров двухколесной машины собрались покорить непростую снежную трассу в дни январских каникул. Экстремальные велосипедисты не собираются ограничивать свои выступления погодными и сезонными рамками. Ребята придают известному выражению новый смысл. Велогонка состоится в любую погоду. Первый старт 2013 года, открытие сезона. Мы проводим первенство города Алматы. Сегодня у нас первый тур. Второй тур будет в конце января. Третий тур проводится 11 февраля. По сумме трех этапов мы будем награждать грамотами и медалями. Во-первых, для молодежи это большой толчок, можно сказать, большой спорт. Поэтому мы всех призываем, чтобы они тренировались. В общем, у нас много гонщиков и девочек также, которые хотят и будут тренироваться. Надо отдать должное молодым спортсменам, так как выступать на скользкой трассе при минусовой погоде – занятие не самое простое. Каждый круг давался при максимальных усилиях. Были падения, заносы и трудные участки пути заставляли выкладываться на все 100. Сила воли юных велогонщиков была запредельной. Тренер меня сам пригласил. Он встретил меня и пригласил попробовать. Я попробовала, мне понравилось, и мы решили ходить. Это было летом. Вообще, очень отрадно видеть проведение таких турниров именно зимой. Помимо того, что южная столица Казахстана примет зимнюю универсиаду 2017 года, Алматы также претендует на проведение Олимпиады по зимним видам спорта. И хотя маунтинбайт пока не является олимпийским видом, проводить дальнозоркую политику по воспитанию юных спортсменов не будет лишним никогда, вне зависимости от времени года. Здоровый образ жизни должен быть в приоритете у молодых казахстанцев. Что же касается самого турнира, то по окончании первого этапа выступлений в Алматы все победители получили памятные грамоты и подарки.